Привет! Это Reborn! Продолжаем смотреть анимацию. Сегодня у нас на очереди Уэлл с её новым видосиком. Моя социофобия. Давайте посмотрим, думаю, будет интересно. Пссс. Пссс. Бляшмот. Чё ты? Пссс. 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 Пляшмот. Бляшмот. Я чувствую, теперь монетизацию меня снимут, но... Ха-ха-ха-ха. Чё такое? Название магазина, что ли? Ха-ха-ха-ха. А реально как-то писано. Ну-ка. А нету? А, ла-лашмот. Ещё лучше, лошок. Ха-ха-ха-ха. Ладно, поехали дальше. Прямо сейчас продаётся последняя партия моего мерча. А новый не будет. Худи, значки, наклейки. Смекаешь, да? Успею хватить мерч по скидке. Ссылочка в описании. Ничего не надо, спасибо. Что ж, я Белл. Устраивайтесь поудобнее, потому что сейчас... Чё, тут у тебя какие-то пальцы странные. Сейчас я расскажу о своей социофобии. Ой, да кому ты тут выдумываешь? Ну, мам! Ладно, ухожу. Ухажук. Хотите узнать, какой мой главный страх? Какой? Подойдите поближе. Да я тут стою, рядом. Сижу, точнее. Телефонные звонки. Ну, об этом позже. А для начала я хочу рассказать, что такое социофобия. Социальная фобия, социально-тревожное расстройство. Это упорно-иррационально бояль. Упортое. Из исполнения каких-либо общественных действий. Например, публичных выступлений. Ты публично выступаешь. А ютуб это типа публичная площадка. Так что, по-моему, ты врешь. Да. Социофобам свойственно по многу раз прокручивать в голове возможность сценарий развития ситуации и анализировать, где и что они могли сделать или сделали не так. А теперь ставь лайк, если узнал себя. Ну, так вот раньше... Лайк поставлю. Потому что, да, я узнал себя. Бывает. Я даже не вздумывалась об этой фигне всерьез. Пока не выросла и не начала жить без родителей. Вот тогда-то я и ощутила всю мощь проблемы. Например, мне очень сложно знакомиться с новыми людьми. Особенно, когда их много и все в одной компании. Прекрасно понимаю. Бывает такое. Приходишь в новую компанию. Точнее, бывало. Тебя со всеми знакомят такие... Здорово, 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 чуваки. Я все равно ваши имена не запомнил. Но мне очень приятно познакомиться. Ха-ха-ха-ха. Чужих людей. Да. В эти моменты у меня появляются миллион мыслей в секунду. Стремно ли я выгляжу? А что я могу им сказать? А может, я воняю? Не, на самом деле, я об этой херне вообще не думаю. Мне абсолютно пофигу. Типа, камон, чуваки. Я выгляжу, как я выгляжу. Не нравится. Вон там дверь, идите нахер. Эти мысли очень выматывают. А еще я боюсь продавцов-консультантов. Особенно... А что их бояться подходят? Говоришь просто спасибо. Мне ваша помощь сейчас не требуется. Пока. Когда они сзади резко и неожиданно упрыгивают с вопросами и советами. Здравствуйте, а вам подсказать? А у нас тут в магазине новое поступление. Отлично, Атуша. Она вам отлично подойдет. А еще у нас тут проходит плохопотребляция. А еще мне овощи посрать, потому что я отсюда кукуруза. Помощь бесплодным овощам. А еще акция 2 по цене 3, 3 по цене 4, 4 по цене 8 и 8 по цене 1. А еще... Я сама справлюсь, женщина. Я не хочу общаться, я боюсь тебя. Не подходи. Подходи. И из-за их навязчивости я не люблю ходить в магазине. Особенно одна. Если бы существовала табличка консультантам вход запрещен, я бы всегда носила ее у себя на спине. Эээ, то есть подход... Да, я хотел тоже исправить. Еще очень много ситуаций доставляют мне дискомфорт. Но вот эти две вещи для меня самые трэшовые. Я до усрачки боюсь сцены. Даже самой маленькой. Я, кстати, и очень тоже сейчас боюсь сцены, хотя в детстве выступал и было на самом деле пофигу. Да, бывает такое. И разговаривать по телефону. У меня начинают трястись коленки и руки. А душа уходит в пятки при обоих ситуациях. Да, я много раз выступала в школе на сцене. И каждый раз у меня так сильно тряслись ноги, что вся моя одежда дрожала. И были мысли, что все, ща помру. А еще один раз на блогерском фесте меня попросили дать интервью на сцене. Вэл, скажите, а как вы добились такого огромного мирового успеха? Мирового? Ну, я бы не сказал, что мирового, но успеха виден налицо. Сколько ты зарабатываешь? А ты что, дуть что ли? Что? Я просто, ну, я, ну, вот как-то... Ну, да. Почему ты согласилась-то вообще? Ну, если ты боишься, я бы не согласился на твоем месте. Какой крич, господи! Я, наверное, побледнела в тот момент, как Эдвард. И тогда мне просто хотелось исчезнуть с этой сцены. Навряд ли я когда-нибудь ночью срисклепощенно разговариваю перед людьми. И я знаю, что многие люди испытывают те же чувства на сцене, что и я. Да практически все, мне кажется. И это не новость. Но как насчет телефона? Разве когда вам резко звонит незнакомый номер, вас сбросает дикий ужас? Да, я обычно просто беру такой... У меня не в дикий ужас. Смотрю, кто... Ни нахи, я не знаю, кто такой. Я не хочу ни с кем разговаривать. И вообще, я сплю. А потом вспоминаю, что ко мне должен прийти ремонтник интернета. Я такой, какого? Да? Меня вот бросает. Хотя головой-то я понимаю, что там просто какая-нибудь тетка хочет предложить мне очередной кредит или ипотеку. Или чистку зубов. Но я не могу с тобой справиться. Алло? Здравствуйте! Вы стали победителем года. И поэтому мы хотим предложить вам... А меня не интересует. Все, пока. Вам кредит в миллион рублей. Все, пока. И бесплатно почизить вам зубы. Да пока, Гастан, я все, целостал. Брокори. Пип, 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 пип. А потом я... Так, а что ты боишься тогда, если все это херня? Полдня я хожу и трясусь. Вот это адреналин! Лиза. Это у меня сложно даже записаться на прием к врачу. Чтобы это сделать, я должна долго думать, что я скажу и как я это скажу. А потом крепко зажмурить глаза и нажать кнопку «вызов». Иногда даже до слез доходит. Да, это жопа. Серьезно? Что-то я как-то не знаю, не верю в это, что это настолько может быть запущенный случай. Я знаю. А вот с друзьями и знакомыми у меня все норм. Без проблем могу разговаривать часами. И меня ничего не смущает. Я без понятия, как это работает. И вы спросите... Ну, типа ты же сама сказала, знакомые друзья. Так это и работает, потому что ты и знаешь. Почему это все со мной происходит? Наверное, я просто очень сцветительный человек с детства. Я просто сияюсь. Много. По крайней мере, я так читаю. Прима, я тоже сияюсь. Сейчас же я понимаю, что способствовало моему страху. Во-первых, это вечно отчитывание родственников за то, что я им не звоню. Бесит. Не знаю, меня никто никогда не отчитывал. Мне на самом деле пофиг. А что ты мне не звонишь? А потому что не хочу! Ээээ... И так каждый раз. Каждый раз при встрече или звонке меня допытывали подобными идиотскими вопросами. Потому что не хочу, я поэтому не звоню. Меня всегда это очень обижало и бесило. Но, к сожалению, я не могла им грубо и резко ответить. Но сейчас могу. Во-вторых, в детстве я мало видела с детьми своего возраста. Не ходила в кружки, секции. Да даже во двор одна боялась выйти к незнакомым детям. Я всегда боялась эти знакомицы, и из-за этого я так и не научилась это делать. Я понимаю, да, у меня, конечно, фига была. Однажды, когда я ещё не ходила в школу, мы с мамой стояли в магазине. И тут ко мне подходит какая-то очень подозрительная девочка. Как она это помнит? Это было уже, наверное, давно. Девочка, а как тебя зовут? Помогите! Девочка, как тебя зовут? А потом мы попали в один класс, и я сразу же её узнала. Ну, а потом мы всё-таки подружились и дружим до сих пор. Видимо, со мной остаются только самые настойчивые. В-третьих, я всегда была рядом с мамой и не представляла, как самой подойти к чужому человеку и начать о чём-нибудь говорить. Мне было страшно ходить в магазин или ездить на автобусе одной. Но один раз я всё-таки отважилась пойти одна в магазин за попкорном. Осторожно, опасная штучка. Мне было лет 6-7, я взяла 15 рублей, собрала сопли в кулах. Жожа, пошла. Дайте, пожалуйста, маленький макетик Курнпопа. Кулу? Курнпопа. Копкорна. Вот. Копкорна? Копкорна? Ха-ха-ха-ха. Пром. Вот ваша кола с вас 20 рублей. Спасибо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, это было странно. Это офигенно. А сейчас хотя бы забрали зону самообслуживания и больше не приходится путать слова. Хочу ещё один лайк поставить, блин, классно. Но в четвёртых у меня было слишком мало жизненного опыта в общении с чужими людьми. И чем старше ты становишься, тем нелогичнее и неоправданнее становится от этого страха. знаете чужие люди это немножко звучит странно да я не умею общаться с чужими рабами для тебя же но меньше бояться ты не начинаешь а только еще больше загоняешься по этому поводу поэтому сейчас я стараюсь больше анализировать свое поведение контролировать свои мысли и пробовать пробовать самой звонить в клинику брать себя в руки на незнакомые номера так и надо делать общаться с консультантами в магазинах и даже одной денежника летать на самолете да я вообще не хочу летать на самолете не страшно забил из наверно в багажный отсек до того сидит да она летала по взрослым делам туда и обратно и знаете чувство когда тебя провожают и ты остаешься один на один собой своими страхами это ужасно у меня был ночной рейс туда и утренний обратно то есть поездки толком не спала и не отдыхала две ночи подряд и постоянно испытывала стресс и в принципе я со всем этим справилась и все было бы идеально если бы ни одна хреновая ситуация последнюю ночь я планировала поехать в аэропорт снять комнату отдыха немного поспать и в 6 утра вылететь домой и знаете что случилось я приезжаю в аэропорт вся такая недоспавшая и вижу как какая-то тетка прямо передо мной заняла последнюю чертову я так и подумал она была моя не не хватило минуты меня в этот момент обрушился бедняжечка весь мир и надежда немного поспать что одно и то же вообще-то я зашла в туалет умыться и успокоиться и все я поняла что я не долечу домой я очень хочу спать я сейчас умру и все очень плохо тут заходит это тетя крутит передо мной карточку в руках и тихо бубнит и как же я уставшую мне уже этот мир абсолютно понятен я здесь ищу только одного покоя умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным от созерцания толжевикого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного все откуда запись напишите пожалуйста комментарии единство существа да в итоге я 7 часов просидел и пролежала на скамейках аэропорта как бездомные на вокзале и мечтала только о том как побыстрее бы попасть домой и не умереть но в итоге все закончилось хорошо и потом я двое батон тут так дрыхло под своим любимым одеялом и отходил от всего этого кошмара социофоба расскажите в комментах относитесь ли вы к социофобам и если вообще социофобия ставится психи псих 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 нельзя признаки возможно будут у каждого практически наверно у всех есть но прям жестким социофобом ставят наверное ну единиц ну и не единицы но точно не всем а то мне было бы очень интересно почитать ваши истории но я тысячу раз пропускала звонки хватит не звоните за так кто поет оригинальную песню миладзе что ли по моему если я правда пишите в комментариях скоты кредиты по глубже себе запихни салют то ли история тысячу раз новый ролик смотрел но роли как обычно был просто офигенный и зефирка милая немножечко даже узнал себя в некоторых моментах прям реально ролик меня порадовал но если вам ну как обычно я постоянно под конец начинаю запоминаться если вас порадовала моя реакция ставьте под ней лайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии но с вами как всегда был ребор всем спасибо за просмотр всем пока